От предприятий банкротов в Бендерах до ремонта дорог в столице. Далее рубрика «События. Коротко», где всего за несколько минут мы расскажем о других самых заметных новостях республики. 71 тысяча только за 15, 16, 17, половина 2017 года. А 13 и 14 нам уже совсем отказывают и говорят, что уже эти деньги прошли, директор поменялся. Работники предприятий банкротов в Бендерах годами добиваются выплаты своих кровных. Бывшая сотрудница совхоза ГИСКа последние годы видела свою зарплату только на бумаге. Таких проблемных предприятий в городе несколько. Буэрзе, завод электроаппаратура и не только. Городские власти обещают вмешаться в ситуацию, чтобы помочь бывшим работникам предприятий банкротов. В рамках данного постановления предусмотрено льготное кредитование, которое будет выдаваться за счет Сбербанка под процентную ставку в 4%. Особое внимание замглавы госадминистрации Рыбницкого района бюджетному кредитованию граждан, принимавших участие в боевых действиях при защите республики. В соответствии с постановлением правительства предусмотрены новые меры социальной поддержки защитников республики, получивших ранения, увечья при боевых действиях. Ехал при повороте на мосту, я что-то послушал, какой-то шкрест с правой стороны машины. Я как бы хотел ее тут выровнять и стать. И в этот момент меня положил. Серьезное дорожно-транспортное происшествие. Груженная пшеницей фура ехала из Коротного в Бендеры, но до места назначения урожая так и не добрался. При подъеме на автомобильный мост в районе АЗС большегруза прокинулся. Сотрудники госавтоинспекции установили, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. 56-летний бендерчанин не выбрал безопасную скорость. По данному факту ведется проверка. Очень умный тренер, который мог показать и рассказать о всей тонкости футбола. Стадиону Республиканского центра олимпийской подготовки присвоено имя Евгения Шинкаренко. Заслуженный тренер МССР и ПМР отдал приднестровскому футболу не один десяток лет. Именно под его руководством. В 1991 году местная команда Телегул стала второй в первенстве СССР среди команд Первой лиги. И завоевала право представлять Тирасполь в высшей лиге Советского Союза. Упала на один бок, поэтому я получила такой синяк. Мне приложили лед. Потом меня отправили в больницу. Лето – пик детского травматизма. Таких случаях в Республиканском центре матери и ребенка немало. Летом количество травм значительно увеличивается, говорят врачи. И советуют родителям внимательнее наблюдать за детьми. Пошло ездить по такой дороге? Очень даже тяжело. А почему? Вы сами видите, какая дорога. Что нам сказать еще? Тут все видно и так, без слов. Хорошая новость для автолюбителей. И особенно для водителей столичного маршрутного такси номер 21. По улице 28 июня в микрорайоне Западном делают дорогу. Работы планируют закончить до конца лета. Всего отремонтируют около 800 метров дороги и въезды во двор. Восстанавливают и дорожное покрытие в центре столицы, по переулку Христофорова и по улице Пушкина. Более двух месяцев движение автотранспорта на этих участках было приостановлено.